В начале была вода, заросшая камышом болотистая местность, между речи рек Кубани и протоки, плавни Азовского моря. Именно здесь более 150 лет тому назад началась история развития территорий, которые теперь называются Славянским районом. С середины 19 века люди здесь жили в гармонии с окружающей средой. Переселенцы полюбили междуречье за богатство зверям и птицей, ценными сортами рыбы. Обилие воды и солнца, титаническое трудолюбие позволили во второй половине 20 века превратить дикие плавни в плодородные изумрудные поля, орошаемых земель, пригодных для возделывания белого золота Кубани – риса. Заложенный в 20-х годах прошлого столетия садвигант считается гордостью всей Кубани. Три кита агропромышленного комплекса района, водные ресурсы, рис и яблоки стали основой для создания герба муниципального образования. В зеленом поле, над лазоревой оконечностью, высланной золотой сетью, распростер крылья золотой арман, сопровождаемый золотой яблоневой ветвью. Вот такой красивый герб у нашего Славянского района. Экономика Славянского района многоотраслевая. В землях хранятся большие запасы природного газа и нефти. Успешно работают предприятия, перерабатывающие промышленности, торговли, развита транспортная сеть. Но флагманом экономики 130-тысячного муниципалитета традиционно является агропромышленный комплекс. Всего в сельскохозяйственных предприятиях трудится более 3,5 тысяч человек. Успешно развиваются в районе 18 крупных и средних сельхозпредприятий. Ведут свою деятельность более 120 крестьянско-фермерских и более 20 тысяч личных подсобных хозяйств. В путешествие по передовым аграрным предприятиям Славянского района мы и приглашаем вас отправиться. Когда разговор заходит о рыбе, многие представляют себя богатый улов и аромат жареного карпа. Но славянские рыбводные заводы заботятся и о том, чтобы запасы рыбы в Азовском бассейне себя не исчерпали. В одном из старейших рыбводных предприятий района, племзаводе «Шапариевский», выращивают и выпускают в свободное плавание до 4 тысяч особей растительноядных и хищных рыб. За 10 месяцев 2016 года в Шапариевском было произведено 680 тонн товарной рыбы. СПК «Рыбковский» находится на рынке прудового рыбоводства более 50 лет. Это полносистемное хозяйство. У нас свой кормоцех. В сентябре месяце мы получили декларацию качества по кормам. Теперь уже у нас корма имеют качественный статус. Лоснятся золотом бока карпов. Из сушильных камер доносится пьянящий аромат соленых толстолобов. Не только крупные предприятия выпускают рыбную продукцию. В поселке Черноярковском, расположенном в прибрежной зоне Азовского моря, с 2010 года переработкой рыбы занимается индивидуальный предприниматель Игорь Бернгард. Черноярковская копченая и вяленая рыба «Пресервы» в 2015 году были удостоены на ежегодной выставке «Кубанская ярмарка золотой медали». Залог этой победы – профессиональный коллектив, уверенность в качестве своей продукции, а главное – умение работать в условиях сегодняшнего дня. С уверенностью могу сказать, что это 100% работа без сна. Коллектив – это основа основ. Без хорошего коллектива, хорошего предприятия быть не может. Я уважаю всех сотрудников и горжусь ними. Более 2000 гектаров садов в нашем районе – это грандиозная площадь сельхозугодий, на которых расположен самый большой сад в Европе – сад Гигант. В этом году предприятие отмечает свой 87-й день рождения. Здесь работает порядка 1000 человек. Уже более 15 лет сад Гигант выращивает фрукты по интенсивной технологии. Половина собранных плодов закладывается в свои хранилища. Саженцы для новых садов выращивают в собственном питомнике. В 2016 году фирма вышла на рекордный урожай. Был взят рубеж в 100 тысяч тонн фруктов и ягод. С 2007 года здесь функционирует тепличный комплекс по производству зеленых культур мощностью до 300 тонн в год. Реализуется продукция на юге России и во многих крупных сетевых компаниях. Не один год сад Гигант сотрудничает с Бирюлевским экспериментальным заводом, на котором производится спецпитание для космонавтов. Так что славянские яблоки знают даже на МКС. Отрасль садоводства успешно развивается и в личных подсобных хозяйствах. Глава ЛПХ Николай Коробской на 70 сотках, используя интенсивные технологии садоводства, выращивает яблоки, груши и сливы. Плодовые деревья дают богатый урожай, который позволяет семье Коробских успешно вести хозяйство и получать дополнительный доход, реализуя фрукты на ярмарках, проводимых в крае. В своем саду бывший инженер Николай Коробской нашел секрет хороших урожаев. Мне говорили, вам хорошо выграно. Нет, я говорю, надо это полюбить. Заболеть этим, и тогда оно будет. Не только вырастить урожай, но и приготовить из него качественные и вкусные продукты могут в Славянском районе. По праву мы гордимся Славянским консервным заводом, выпускающим продукцию торговой марки «Эко». Модернизация оборудования, строительство новых линий позволили заводу выйти на мощность в 130 тысяч условных банок в год. В ассортименте более 60 наименований консервной продукции – зеленый горошек, баклажанная и кабачковая икра, томаты, лечо, маринованные огурчики, фасоль и даже компот от Славянского консервного завода – хорошо известны жителям многих регионов страны. Есть в районе и винодельческое предприятие «Славпром». Вино здесь производится из винограда, собранного в собственных виноградниках. На заводе за последние годы проведена реконструкция, что позволяет производить качественные столовые вина и десертные винные напитки. ЗАО «Славпром» является первым производителем в России, в ассортименте которого есть кошерные вина с соответствующим международным сертификатом. Прот-экспо «Город Москва», «Золотой грифон» – «Город Ялта», «Вина и напитки» – «Город Краснодар» и многие другие выставки признали продукцию «Славпрома» лучшей, достоин золотых и серебряных медалей. Постоянное развитие и работа над качеством выгодно отличает «Славпром». Самое, конечно, главное для предприятия, которое занимается переработкой, для винодельческого предприятия – это сырье. И самое основное – это новые закладки виноградников. То есть без отсутствия винограда не бывает качественного продукта, не бывает вина. Восемь предприятий в Славянском районе занимаются животноводством. В 2016 году реализовано почти 13 тысяч тонн мяса и птицы. Сохраняется поголовье крупно-рогатого скота. В нынешнем году на 100 коров произведено 65 телят. Надойна по району – 21 тысяча тонн молока. Высокий надой показывает молочно-товарная ферма «Заоприазовская». В 2016 году здесь достигли уровня 7 тысяч килограмм молока в среднем на фуражную корову в год. Неоценимую помощь предприятиям в контроле над здоровьем животных оказывает управление ветеринарией. Обследование животных, профилактика – все это не просто разовая акция, а ежедневный труд, который ветеринары осуществляют на территории всего района, доходя до каждого – от крупного животноводческого предприятия до фермера и владельца личного подсобного хозяйства. «Будешь трудиться, будет у тебя и хлеб, и молоко водиться», – говорит народная мудрость. Трудолюбие коллектива агрофирмы «Приволье» позволяет добиваться успехов как в растеневодстве, так и в животноводстве. Сегодня это предприятие с полным циклом производства. Возделывание пашин позволяет добиться высоких показателей выращивания зерновых и обеспечить кормом более 3,5 тысяч голов крупнорогатого скота, из которых 1200 – дойного стада. Как венец производства – цеха по переработке молочной продукции. Бренд «Молочная жемчужина» хорошо издействован жителям Славянского района и Кубани. Доступные по цене качественное молоко, кисломолочные продукты, сыр от молочной жемчужины уверенно заняли свое место на столе жителей края. Соответственно, экономически выгоднее, чтобы цикл был замкнутый. А это означает, получили сырье, мы его обязаны переработать. И этот продукт должен уйти на прилавки и далее на столы наших потребителей. Что самое главное для меня и для моего коллектива – все-таки это независимость. Независимость от каких-то колебаний рынка. Чувствовать себя независимым – это очень хорошо и комфортно. На основе экономики Приволье составляет растеневодство. Рисоводы агрофирмы добиваются высокой урожайности белого золота. В 2016 году Приволье показала урожайность 84,2 центера с гектара. Это самая высокая урожайность среди всех предприятий с посевной площадью. Более 2000 гектаров в Краснодарском крае. Рис стоит на особом месте в линейке производства продовольствия в России. Рисоводы Кубани не только кормят страну, но и успешно работают на экспорт. Ведь рис по праву считается одной из стратегических, рентабельных и популярных зерновых культур. Рисом питаются в 113 странах мира. Под горячим солнцем, напоенный водами рек Кубани в Славянском районе, наливается и зреет более 30% всего риса региона. Муниципалитет традиционно является лидером рисосеяния края. В 2015 году все призовые места среди предприятий с посевной площадью более 2000 гектаров заняли рисоводы Славянского района. Под урожай 2016 года в районе рис был посеян на площади 46 тысяч гектаров, что составляет 62% от общей площади растительной системы. Хозяйство собрали более 349 тысяч тонн белого золота, что на 15,6 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Урожайность составила 76,2 центнера с гектара. Рис выращивали в 17 крупных и средних и 4 крестьянско-фермерских хозяйствах. Приволье, Новопетровская зерновая компания, Кубань, Анастасиевская, Приазовская, Агрокомплекс, Черноярковская, Союз, Петрорис, Кубань, Фавн и Нивелир. Эти предприятия – основа рисоводства Славянского района. По итогам уборки среди 8 рисосеющих районов Краснодарского края муниципальное образование Славянский район заняло третье место. Эти рекордные урожаи – результат слаженной профессиональной работы сотен человек. Напоить белое золото водой становится возможным благодаря грамотной работе миллиардеров района. Выполняя государственный заказ получить миллион тонн кубанского риса, за 2016 год вторая по величине в крае Петровско-Анастасиевская растительная система подала рисоводам района 1 миллиард кубических метров воды. В сезон работу растительной системы обслуживает 225 человек. Многие из них отдали этому делу не один десяток лет. В этом году поселенная площадь в нашем филиале 24 тысячи гектаров. Фонд эрегированный у нас 40 тысяч гектаров. Мы и обслуживаем 16 хозяйств, 15 насосных станций. То бишь вопросов по воде в этом году не возникало. В принципе, хозяйства остались, я считаю, довольными. Индивидуальный подход к рашению каждого чека находят поливальщики сельхозпредприятий. Их стараниями из крошечных зерен пробиваясь сквозь водную гладь к солнечным лучам крепнут изумрудные ростки риса. Осенью налившееся золото требует оперативного и качественного сбора. Здесь за дело берутся механизаторы, водители, жадчики и комбайнеры. Встраду времени на передышки мало, ведь надо успеть убрать чеки до дождей. Без остановки гудят на полях моторы уборочных машин. В Веренице идут большегрузы по маршруту поле ток и обратно, наполняются зернохранилища. Жизнь кипит и днем, и ночью. Не упустить время уборки помогают и полевые кухни, которые кормят своих рабочих вкусно и качественно, как дома. И вот почти весь урожай собран. Но для земледельцев это только короткая передышка, ведь сразу после праздника урожая для них начинается подготовка к новому аграрному году. Готовятся к севу поля, идет наладка техники, планировка чеков и много-много другой работы, невидимой на первый взгляд, но составляющей надежный фундамент для будущего урожая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова